Злая тыква похитила золотую метлу у хитрой ведьмы и спрятала ее в своем подземелье. И теперь единственный способ вернуть ее это сварить зелье, которое поможет одолеть тыкву. По другой версии тыква ничего не воровала, она просто стережет свое добро. И ведьма сама решает завладеть драгоценной метлой, чтобы стать самой могущественной. Игра Caldron разработана компанией PELOS в 1985 году для платформ The X-Spectrum, Commodore 64 и Amstrad. Изначально планировалось, что игра будет базироваться на фильме Хэллоуин 1978 года. И компания поручает геймдизайнеру Стиву Брауну разработать концепт игры. Но Стив не находит идеи в этом фильме и обращает внимание на праздник Хэллоуин. Он берет оттуда главные символы это тыква, ведьма и конечно же метла. И делает некоторые наброски. Показывает их Питту Стоуну, соучредителю этой компании. Пит смотрит и одобряет. Начинается работа над игрой. Стив лепит из пластилина ведьму с длинным носом и метлой. И именно она будет использована для изображения на обложке. К Стиву присоединяется Ричард Лайнфеллер, ведущий программист компании. Один любит платформеры, другой стрелялки. Ричард принимает решение написать новый движок и соединить эти два жанра. Оглядываясь назад, Браун вспоминает, что они тестировали игрушку с бесконечным количеством жизни. И что игра получилась довольно сложной. Браун тестировал подземелья, а Ричард – надземную часть, стрельбу и полеты на метле. Версии Spectrum и Amstrad не имеют фоновой музыки, а также прокрутки экрана. Тогда как Commodore 64 имеет плавный скроллинг, музыку и звуки. Компания решила выпустить игру с бонусом. И на второй стороне кассеты появилась Evil Dead. Эта игрушка ранее не издавалась для Spectrum. Таким образом, компания хотела привлечь новых покупателей. Я не помню, как игра попала ко мне, но помню эти ночные полеты на метле и хождение по подземельям. Честно говоря, тогда, в детстве, я не прошел игру. Она была довольно сложной в управлении, а куча врагов на экранах забирали всю магию и жизнь. Цель игры для меня была понятна. Нужно было сварить зелье, но собрать все компоненты воедино у меня не представлялось возможным. Так как геймплей был довольно сложный. И дело даже не в полетах, хотя к ним надо было тоже привыкать. Дело в прыжках нашей героини. И я думаю, кто играл в игру, те меня поймут. Прыжки здесь задают главную сложность. Отвлекаясь на другие игры, я временами возвращался к этой игрушке. И все равно играл в нее с удовольствием хать и не проходил дальше половины. И да, она была записана у меня на катушке и запускала ее через свою орбиту 205. И в один из дней пленку заживало. И игра стала запускаться раз через раз. Впоследствии я стал регулировать этот процесс эквалайзером. И надо сказать, довольно удачно. Такой способ я стал применять на еще несколько своих игрушек, которые отказывались запускаться. Я думаю, многие знают тот закон подлости, когда самые любимые и интересные игры не хотят запускаться. И нужно провести ряд манипуляций, чтобы насладиться игрой. Недавно моя коллекция пополнилась еще одной кассетой. И это как раз Голдра. Играя в нее сейчас, я насладился игрой. И все-таки прошел ее, хоть и с сохранениями. Далеко-далеко, за высокими холмами, за дремучими лесами и глубокими морями, есть зеленая дверь, за которой спрятана золотая метла. Вещь настолько таинственная, что все ведьмы охотятся за ней. Но только вы не побоитесь опасностей, таящихся за этой дверью. Вы не настолько храбры. Просто вам известно одно древнее заклинание, которое поможет сварить зелье и уничтожит злую тыкву, которая охраняет эту метлу власти. Для зелья вам понадобится шесть ингредиентов, которые спрятаны в самых темных уголках подземелья. Найти вам потребуется корень болиголова, сок жабы, глаз тритона, кости, крыло летучей мыши и кусок раскаленной лавы. На подземелье закрыты большими дверями, ключи от которых разбросаны по округе. И первой задачей будет их отыскать. Каждый раз запуская игру, ключи будут находиться в разных местах. В основном они будут прислонены к деревьям. Всего в игре четыре ключа, и каждый имеет свой цвет. Зеленый ключ откроет зеленую дверь, за которой спрятана желанная метла. А другие, красный, синий и фиолетовый, откроют склепы, где спрятаны ингредиенты для зелья и вспомогательные вещи. Сундук поможет перенести кости, а кувшин раскаленную лаву. И, кстати, они, как и ключи, могут менять свое местоположение. Половину игры вы будете проводить в полете на метле. Для взлета и посадки есть специальные места. Они отмечены пунктирами на полянках. Иначе можно угодить в деревья и потерять жизнь. Летать верхом на метле довольно забавно. Ведьма пролетает над морями, по гостам, лесами, над вулканическим островом. И не будьте заблудиться, карта закольцована. Так что летайте в свое удовольствие, но уклоняйтесь от ворогов, причиняющие вред летучие мыши, привидения, злые тыквы, чайки. И это только часть врагов, которые поджидают ведьму в небе. Если она с ними сталкивается, то теряет 4 пункта магии. Когда не получается уклониться, можно стрелять из своей метлы, но при этом тратится 1 пункт силы. Кстати, стрелять можно только в небе. И что примечательно, только на спектруме нельзя пополнять истраченную энергию, коснувшись шара, излучающего магию. Завладев ключом, мы отправляемся к двери соответствующего цвета и попадаем в подземелье. Здесь игра превращается в платформер и начинается самое сложное. Вам потребуется множество попыток, чтобы понять, каким образом прыгать и не растерять свои жизни. Здесь важен каждый пиксель. Не дойдя, не допрыгнешь, а перейдя, упадешь вниз и потеряешь жизнь. Да и к тому же, ведьма в подземелье беззащитна. Тут использовать магию на врагов она не может. Собрав ингредиенты, мы отправляемся в свою избушку и закидываем их в котел. Перемешав, вновь отправляемся на поиски. С собой ведьма может носить только два компонента. А если не собирать компоненты и не варить зелье, а сразу взять зеленый ключ и отправиться в то место, где спрятана метла, что же получится? А я вам скажу. Зайти в то логово получится и даже допрыгнуть до экрана, где хранится метла, тоже получится. Но вот завладеть метлой не выйдет, потому что тыква в любом случае нападет на нашу ведьму и она погибнет. Так что варить с надобья в любом случае надо. И вот наступила долгожданная ночь. Ведьма читает заклинания и варит волшебный эликсир. А когда все готово, она выпивает приготовленный напиток и отправляется к заветной двери. Теперь, обладая защитной оболочкой, она побеждает тыкву и забирает свой приз. Ну что сказать. По своей атмосфере игрушка получилась вполне достойной. Но она невероятно сложна по своему управлению. Поэтому советовать полному прохождению я ее не буду. Но обязательно порекомендую поиграть в нее всем, кто в нее не играл. Как говорится, лучше один раз сыграть самому, чем сто раз об этом услышать. Субтитры создавал DimaTorzok